Всем привет! Хочу рассказать вам о еще одной вещи от Maxpedition. Эта вещь очень полезная для любителей EDC мелочей и прочих гаджетов, для любителей носить с собой разные полезные предметы. Эта вещь будет очень полезна. Это Maxpedition Mini Pocket Organizer. Я уже рассказывал вам о органайзере Maxpedition. Это был Maxpedition EDC Organizer. Это его уменьшенная версия. Обратите внимание. Различаются они примерно вот так. Как видите, он существенно меньше. Для кого-то это может быть недостаток, для кого-то плюс. В любом случае, эта вещь имеет право на существование. Выглядит она вот так. Здесь мы видим крепление молли. Рукоидь, пошитая на кресто-хообразный шов. Стандартные молнии Maxpedition YKK на паракордах. То есть, все нормально, все можно спокойно ими пользоваться. Впереди, как и у старшего брата, здесь есть сетчатый карман для какой-то мелочи или чего-то такого. Закрывается на застежку Velcro с этой стороны. Velcro крепится только в этом сегменте. То есть, какие-то узкие вещи сюда класть не рекомендую, чтобы не выпали. Здесь также мы видим крепление под Velcro-нашивки, идентификаторы, патчи. В принципе, иногда бывает полезно для любителей всего такого. Давайте перейдем к осмотру внутренностей. Несмотря на то, что данный органайзер, он значительно меньше EDC-органайзера, внутри можно поместить стандартный EDC-набор. Вот. Как видите, вполне неплохо. Нож Ontario Red, один из самых популярных. Флешка, зажигалка. Но я просто положил сюда различные вещи, чтобы вы примерно представляли себе, что сюда может поместиться. Внешний органайзер, он совсем небольшой. При этом сюда помещаются самые нужные вещи. Как видите, здесь есть карабинчик для крепления каких-то мелочей, или мини-стула, или ключей, например. Здесь также есть четыре стяжки с этой стороны. Раз, два, три, четыре. Они расположены, в свою очередь, на двух больших стяжках. Раз и два. В большие стяжки можно положить мультитулы, ножи среднеразмерные. Также здесь есть с обратной стороны, с другой стороны, вот здесь карман, под какие-то документы, бумажники и прочее. В принципе, все стандартно. Здесь также есть с этой стороны три стяжки. Под какие-то небольшие ножи, флешки, какие-то небольшие предметы. Также здесь они расположены, эти стяжки, на одной вот большой стяжке. То есть, вот такой вот большой. Сюда можно положить что-то очень большое, что-то зафиксировать. Например, комплект какой-то медицинский, например, набор, или еще что-то такое плоское, не очень такое вот толстое. Здесь есть также вот такая небольшая петелька, например, для ключей. В принципе, иногда бывает полезно или что-то другое зафиксировать. И плюс кармашек вот здесь. Кармашек во всю глубину, довольно-таки удобный. Опять же, для документов, кошелька, денег и прочего. Швы здесь, как видите, такие, как всегда у Мэкспедишн, не совсем ровные, но зато надежные. В принципе, швы хоть и неровные, но сделаны из таких мощных ниток, где надо прошиты по два раза. Сам материал нейлон плотностью 1000D с тефлоновой пропиткой. Пропитка нужна для грязестойкости, для водостойкости. Она еще небольшую жесткость придает материалу. И DC-органайзера такой же материал, все идентично, просто различается размером. Что мне сразу понравилось в этом органайзере, что его сразу выделил для меня, это то, что этот органайзер без проблем помещается в передний карман Мэкспедишн Фэтбой. Вот перед вами Мэкспедишн Фэтбой. Этот карман у меня, в принципе, не задействован, потому что он у меня не закрывается. То есть, я не люблю, когда карман не закрывается. Для меня это как-то психологически менее комфортно. Сюда без проблем помещается этот органайзер. Видите, садится довольно-таки плотно. При этом спокойно можно пользоваться. Закрывается так. То есть, посадка идеальная. Можно спокойно пользоваться. Для меня это оптимально. В случае чего, быстро достал и пользуешься. Внутри все уже будет организовано, как вам надо. Для меня это большой плюс. При желании этот органайзер можно использовать и как подсумок на разгрузочный жилет. Рука здесь такая большая. Ее можно, в принципе, на разгрузку куда-нибудь сюда упрятать, чтобы не мешалось. Можно также его посадить и на рюкзак какой-то, как дополнительный подсумок. В принципе, вещь очень хорошая. Если вам понравился большой органайзер, который можно положить в джимбу. И если у вас есть фэтбой, в который также вам нужен органайзер, то эта вещь, думаю, вам подойдет. На этом обзор органайзера я считаю законченным. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, можете задавать. С удовольствием отвечу.